Всем привет! С вами Игорь. Сегодня хочу показать свой витряк, модернизированный и усовершенствованный. Сейчас он, башню вы уже видели, но сейчас он уже не с четырьмя крыльями, а с тремя, если присмотреться, видно где края лопастей крыльев проворачивается, где они нецельные. Вот такая вот черная полоска, от края где-то сантиметров 30, вот там они проворачиваются, там оно нецельное. Вот такой вот он сейчас. Сейчас попробуем его отпустить, пускай покрутится. Сейчас покажу, что у меня снизу здесь на башне. Вот это ручной тормоз. Вот тросик собственно, он идет аж в самый верх. Вот он. И там он тормоза, это тормоз. Кирпич у меня здесь висит. Он надавливает этот рычаг и так он тормозит. Тормоза там те, что и были на мосту уазовском, колодки только я переделал под тросик. Тормозной цилиндр снял, там рычажок поставил и колодки те самые, что на мосту уазовском, они так и тормозят. Их просто распихивает не тормозной цилиндр, а тросиком. Вот сейчас мы попробуем снять этот кирпич. Зацепим проволокой. Одной рукой неудобно. Этот рычаг. меня зацепили. Тросик освободился. Что это у меня такое? Этой штукой он уже что-то начинает проворачиваться. Вот этой штукой она тоже, эта труба идет в самый-самый верх. Вот. Там сверху стоит, но это надо сверху показывать, как она проворачивает этот стяг. Короче, этим рычагом я могу провернуть головку, куда мне надо. Вот я ее кручу, показываю. Вот. И он у нас поворачивается, куда мне надо. Назад сейчас буду крутить. Сейчас мы ее на ветер поставим. Вот. Она... Сделал я этот поворот для того, чтобы, если у меня случайно с тормозами что-то случится, там, или с генератором, или с проводкой, ну, отключится нагрузка вообще там, то я всегда его могу прийти вот так вот, проворачивая вот этот вот, вот эту ось, так сказать, вертикальную. Я всегда ее могу отвернуть от ветра. Ну, сейчас мы ее поставим на ветер. И посмотрим, как работают наши аэродинамические тормоза. Вот он уже стал раскручиваться. Сейчас я его увеличу немного. Сейчас вот это вот я доворачиваю его. Вот. Вот. Видно, как он становится на ветер. Когда раньше у меня он работал за башней, я его тоже доворачивал, но он практически сам становился на ветер за башней, перед башней, и он так уже не хочет становиться. Вот он раскручивается. Раскручивается, собственно, наш ветряк. Сейчас мы видим, что края крыл сложенные, они нераскрытые. Вот видно, я показываю край крыла. Или с этой стороны даже лучше. Вот он набирает обороты. Сейчас он начнет раскрываться, этот край. Отходить и проворачиваться. Таким образом, он начнет тормозить. Свистят это тросики, которые торчат с крыльев. Они даже видны. Я их просто не успел спрятать туда. Надо как-то их в крыло запихнуть. Ветер сейчас очень слабый, поэтому надо будет подождать, пока порыв пойдет, чтобы увидеть, как он... Сейчас он набрал только рабочие обороты, поэтому тормоза не срабатывают. Ничего, подождем. Сейчас я отойду немного, пока шея болит. О, вот мы видим, как... Он немного набрал больше оборотов и... Начало проворачиваться край крыла. Опять сейчас ветер стих. Он опять не хочет. Вообще ветер слабый. Сегодня только что порывы бывают, а так-то ветер сегодня очень слабый. Если я могу показать абрикосы, вот. Она... Дерево, оно... Еле-еле... Еле шевелятся на деревьях ветки. Вот, вишня. Видите? Практически ветра нет. Тут только порывы. А то он уже вообще сбросил обороты. Ладно, зайдем с этой стороны и посмотрим. Сейчас, может быть, подует порывы. Чтобы было видно, как работают тормоза. Это ящик у меня электрический. Там сейчас пока что ничего нет. Там был счетчик, контактор. О, на 5 вроде бы набирает обороты. Вроде бы начинается порыв. Ага, ага, ага. О, видно, видно. Да, как проворачивается край крыла. Он немного отходит от крыла. Ну, трубка в трубке там сделана. Я потом покажу. И вот так вот он проворачивается. Вот даже вот с правой стороны особенно видно. Он стал тоньше. Вот. Вот так он защищается от разноса, так сказать. Аэродинамические тормоза должны быть обязательно. Вот. Ветер бывает всякий. Порывы бывают очень сильными. Не надейтесь только на механику или на генератор свой, что там нагрузка и вы его держите. Это вам каждый ветролоб скажет, что обязательно должны быть аэродинамические тормоза. На таком большом ветряке, этот ветряк сейчас 5,5 метров в диаметре, ветроколеса реализовать так, чтобы проворачивалось все крыло. Очень тяжело. Это сложный механизм. Есть там ветроловы, которые делают это на ютюбе, но это повторить может не каждый, далеко не каждый начинающий ветролов. А чтобы проворачивалось край крыла, только край, это довольно-таки несложно. Я потом вылезу наверх, покажу. Ну даже отсюда видно центральную пружину. В центре. Вот. В самом центре. Там видно. Пружины натянутые, тросики идут. Все три края крыльев. И удерживают до определенных оборотов. Когда центробежная сила перетягивает тросик к пружину, тогда начинает натягиваться трубочка. На другой трубочке край крыла отходит в сторону. Сейчас еще посмотрим. С самого низу. Под ветряком встану. Так тоже будет видно. Вот. Набирает обороты. Вот так. Если в оси встать, то тоже видно, как крыло начинает проворачиваться. Но сейчас обороты не сильные, ветер не сильный, поэтому оно слабо. Ветряк сейчас работает без нагрузки. Совсем без нагрузки. Свободно. Вот, видно, да? О, о, еще больше начинает проворачиваться. О, о, о. Сейчас еще больше проворачивается. Не видим это. Такая система есть на больших мегаваттных ветряках. Там тоже проворачивается не все крыло, а только его край. Система работоспособная, эффективная и простая в изготовлении. Ну, мне было так проще. Вот мы видим те пружины в центре, которые натягивают эти тросики и удерживают их в плоскости крыла на старте. Ну, вот как-то так. Теперь мы можем его затормозить отсюда. Беремся за этот рычаг. Сейчас я уменьшу изображение. Увеличение уберу. Вот. Вот он у нас крутится. Я вот надавливаю на этот рычаг рукой. И он начинает останавливаться вплоть до полного остановки. О! Вот он остановился. Я отпускаю тормоз. Вот отпустил. Поднял его тросик обвиз. Сейчас он опять начнет разгоняться. Раскручивается очень медленно он. Ветер слабый сейчас. Сегодня. Ветер очень слабый. И тяжелые крылья у него. Довольно-таки тяжелые. Сам скелет крыла металлический. Там труба внутри. Нивюры металлические. Я потом тоже покажу, вылезу, как оно внутри устроено. Поэтому раскручивается он довольно-таки медленно. Ну, и ветер слабый, что он тоже. Вот. По грушам видно. какой ветерок сейчас. Такой себе ветерок не очень. Ну, он раскручивается довольно-таки уверенно раскручивается. Сейчас опять начнут срабатывать торможа Смотрим на край крыла Не видно, плохо видно что-то отсюда Пока не проворачивается И обороты еще небольшие Отсюда будет видней Сейчас Обороты маленькие Вот такой вот ветер В следующем видео вылезу наверх Покажу как там сверху О, вот опять видно Как проворачивается Краи крыльев С этой стороны Хорошо видно Сейчас обороты в воду И он сложится Вот как-то так оно работает Ладно, на сегодня хватит Шея болит Все, всем пока Подписывайтесь на канал До свидания